Подачей тепла в Брестской области занимается 599 котельных. Поэтому подготовка к отопительному сезону и его начало – актуальная тема для коммунального хозяйства 365 дней в году. В 2017-м отопительный сезон стартовал 4 октября. Процесс подключения потребителей к теплоисточникам разбит на несколько этапов. Первыми получили теплообъекты социально-культурного назначения – детские сады и школы, больницы и библиотеки. На очереди – жилой фонд. Следом за социальной сферой, при условии того, что похолодание сохранится, сразу же начнем подключать жилищный фонд. Это также займет где-то в городе Бресте, наверное, дня три, ну а районы быстрее – день-два где-то в районах. И потом всех прочих потребителей по мере поступления от них заявок. На сегодняшний день подключена парадка 83 школ и садиков, 4 учреждения здравоохранения – это городская больница, больница скорой помощи и детские поликлиники. Жилье пока не подключаем, все, готово к пуску тепла. Трассы все сделаны, значит, кроме одной, там у нас есть трасса, где плановое отключение – это дома Ян Копала 74, 76, 78. Ну, я думаю, тоже, а на выходные, в пятницу мы выпускаем тепло туда, готовность будет стопроцентная. На полную мощность подачи тепла котельные хозяйства выйдут в трехдневный срок. Вместе с тем, при повышении дневных температур отопление отключать не будут, перейдя в режим протапливания. На дневное время мы останавливаем котельные, полностью останавливаем, а в ночное время опять возобновляем подачу тепловой энергии. То есть мы экономим и топливо, ну и где-то, соответственно, жильцы немного меньше платят. В нынешнем сезоне синоптики прогнозируют сильные морозы. Котельное хозяйство Брестской области и, в частности, города Бреста к любым вызовам природы готово. Мы, как все, готовы к температурам, к любым каберезным условиям, значит. Если касается теплоисточников, все обеспечены у нас местными видами топлива и мазут запасенный, дрова из щепа. Значит, в коммунальнике на зиму подготовлена песко-смесь соляная, готова для уборки улиц. Техника, 83 единицы техник, которые находятся на коммунальнике для поддержания города от снега уборки, находятся в рабочем состоянии. 1 ноября мы проводим смотр готовности техники и зиму встретим во всеоружии. Резервов теплогенерирующих мощностей на котельных у нас достаточно. То есть, установленная мощность котельной рассчитывается из условий прохождения минимальных температур минус 21 градус. Ну, это такой минимальный задел. Вы же знаете, там были морозы у нас и 30 градусов, и никто, слава богу, не замерз, и все были с теплом. Надеюсь, что и в этом году сработаем стабильно. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.